Товарищи, сегодня у нас очередная лекция на сети рабочих корреспондентов. Из темы интереснейшие уроки Донбасса «Ситуация на Украине» выступит первый секретарь Родфронта Виктор Аркадьевич Дюлькин. Родфронта Виктор Аркадьевич. Так, всем привет. Тема действительно интересная. Мы ее уже давно собирались обсудить. Потом пандемия помешала. Но тем не менее, жизнь все равно продолжается. Что бы я хотел в начале нашей беседы вводную дать, напомнить. Вот те тезисы, на основе которых я буду сегодня делать сообщения, они быстро выработаны, согласованы в докладе ЦК РКРП, который специально мы готовили для конференции с коммунистами Донбасса вместе. Эту конференцию провели год назад. Вот в ноябре 2019 года в Краснодоне с участием товарищей из Рабочего фронта Донбасса, коммунистической рабочей организации, РКРП, ЛНР, Союза коммунистов, представителей трудовой фраковщины, Союза коммунистов Украины. То есть такие левые силы, которые действуют, и причем вместе действуют, и Донбассе, и на Украине, да, вот собрались, собрались без афиширования в таких полулегальных условиях, сняли пищеблок там, кафе. И почти как в ленинские времена, значит, под чай провели конференцию очень интересную, покачали аргументы, ситуации. И вот основные моменты я сегодня доложу, так сказать, по этим делам. Вот это первое. И второе. Задачу мы вместе ставили, чтобы, значит, постараться изложить свой взгляд, значит, с одной стороны простым языком, понятным, а с другой стороны, значит, с точки зрения, конечно, классового анализа, потому как мы с вами знаем, и все любим цитировать Владимира Ильича, что люди до тех пор будут оставаться глупенькими игрушками, значит, пока не научатся за всеми теми или иными проявлениями, экономическими, национальными, историческими, культурными противоречиями находить интересы тех или других классов, да? Вот в этом смысл, в этом суть. Поэтому, значит, доклад, он там, конечно, объемный, и проще мы постараемся все это рассмотреть в более простом тезисном порядке, тем более, что товарищи достаточно подготовлены. Ну, вот, если совсем коротко отвечать на вопрос, в чем причина, да? Кто виноват? Вот кто виноват в том, что вот такие кровавые события, трагедия, да? Если совсем коротко, то капитализм. Вот, и здесь очень важно нам с вами в пропаганде уметь показывать, доказывать, значит, что наблюдается вполне четкая установленная закономерность. Вот, капитализм заказали, пришел и получили. И начиналось все с небольших, помните, событий там, Тбилиси, Виннис, Шумгаид, Карабах. Да, крови становилось все больше, а потом по периферии пошло и Таджикистан, и Приднестровье, и Абхазия, и Осетия, и Чечня. И пришло время и до Украины с Донбассом, Одесса, теперь Донбасс на самом деле. Вот, это звенья одной цепи. Почему в Советском Союзе не было таких кровавых проявлений конфликтов? Конечно, сложности были, никто не говорит, но такого уже не было. Прежде всего потому, что советская власть, как власть трудящихся, она основывается на том, что она не только для трудящихся, но самих трудящихся. А трудящимся между собой делить нечего, да? Они вместе строят, вместе решают и двигаются. Пришел капитализм, дальше принцип разделяй, властвуй, дальше борьба за свое место на рынке. Значит, мелкие буржуи места под лотки делят, крупные, более крупные вопросы решаются, ориентации уже, как они любят говорить, в геополитическом масштабе, туда-сюда или как, чего-то. Вот поэтому, значит, вот этот момент в нашей разъяснительной работе, пропаганде и прочее является, значит, чрезвычайно важным, и его, конечно, всегда надо ставить на первое место. Причем не надо думать, что это, ну, как бы сказать, самая крупная, что ли, кровавая схватка. Вспомните, в Таджикистане на, сколько там, на 5 миллионов населения в той войне, которая была, значит, 100 тысяч положили за то, чтобы отстоять светский характер государства, прочее, от наступающего исламизма и крови. Вот, поэтому здесь пока еще цифры, они не так ужасают, но оно больнее, потому что здесь вроде как свои совсем близкие, да, вроде те, которые, ну, считалось и по праву считалось, единый народ, братья, ездили там на Украину, в Крым, пили водку, горилку, закусывали салом и огурцами, никогда не задумывались, чей там этот Крым, украинский или российский? Российский или украинский? Советский был, да? Все запросто решались, но другие времена пришли. И здесь важно понимать, а в чем механизмы, вот механизмы, как они действуют, какие противоречия, откуда, так сказать, эти явления? Не просто же люди стали плохими и вдруг разругались, да? Не в этом суть. Еще в 1991 году на учредительном съезде, значит, РПРП, когда мы давали прогноз, значит, предсказывали в какой-то степени возможное развитие событий, уже тогда были высказаны мысли и отмечены в документах съезда, что даже капиталистическая Россия, вот капиталистическая, в сильном виде на мировом рынке, куда она так стремилась, не нужна. Ну, не нужен там этот конкурент, никому, значит, зачем? А ресурсы нужны, по большому счету, и полезные ископаемые, и природные, и людские, и территории, и так далее, и тому подобное, в том числе, и даже желательно, может быть, в разделенном виде. Ну, это же не предел разделили СССР, можно и дальше, так сказать, там, пятое, десятое. Поэтому, вот эти межимпериалистические противоречия крупнейших хищников, их борьба на мировом рынке имеет вполне обоснованные такие экономические, материальные причины, основания, которые объясняют развитие этих событий, и те силы, которые стоят не на переднем плане, а, так сказать, дергают за веревочки и обеспечивают через марионеточные режимы, через другие механизмы влияния развития в том или ином направлении. Надо понимать, что российский империализм, он молодой империализм, да, он находящийся в стадии становления империализма, он намного слабее, намного слабее, значит, американского и западного, и объединенного, и по частям там отданного, но это империализм, это империализм, который уже обладает неплохим аппетитом, который уже борется за свое место под солнцем, за влияние, прежде всего, на пространстве, значит, бывших зон влияния СССР, республик Советского Союза, затем дальше, да, его действия, в том числе, Союза, который заключается, ОДКБ, и БРИКС, и с китайцами, и так далее, это тоже говорит о том, что идет группировка сил империализма на мировом вот этом рынке для чего? Для борьбы с конкурентами, для борьбы за свое место под солнцем, для, и так далее, и так далее. В этом плане, кто больше всего заинтересован, чтобы придушить, ослабить российский империализм, и в каком месте? Более крупные хищники, более, значит, изощренные, более опытные в этом деле. Так, прежде всего, американский империализм и силы ЕС, которые здесь, значит, находятся. Каким образом? Ну, да, одна из, одна из моделей, что ли, один из приемов, это прежде всего постараться разрушить смычку России с Украиной, так сказать, с братскими народами. Кстати, немножко забегая вперед, можно сказать, что и сегодняшние события в Белоруссии, да? Они тоже во многом этим объясняются. А смычка – это значит очень много. Она значит много в экономическом отношении. В экономическом, потому что, если брать, к примеру, военно-промышленный комплекс, то степень интеграции, значит, Украина-Россия, она достигла 90%. Украина – это же мощнейшее, мощнейшее образование было с передовой наукой, техникой, которая выпускала, значит, ракетные двигатели, которые в авиастроении отмечались самыми крупными, значит, транспортниками, реактивными и прочее. В политическом плане стравить два этих самых народа. Поэтому наш анализ показывает, что, конечно, значит, прежде всего за вот этим развитием событий стоят силы империализма, прежде всего американского. Здесь уместно напомнить, что мы уже на других занятиях не раз, наверное, значит, касались такой темы, как развитие агрессии, значит, империализма, мирового империализма после крушения СССР. Сдерживающие силы исчезли и появились, значит, возможности действовать без оглядки, без страха, без, так сказать, ориентации на общественное мнение и прочее, и прочее. И точно так же, как мы с вами, значит, рассматривали закономерность в цепочке, которые проходили по республикам Советского Союза, здесь мы можем назвать Югославию, и Ирак, Ливию, так, значит, Сирию сегодня. Причем это действие без оглядки на всякие там нормы международного права, без учета общественного мнения, с прямым заявлением там, игнорируя позицию ООН в том же Ираке действия начались, значит, эти действия мы описывали в публицистике, по крайней мере, с использованием термина фашизм на экспорт, когда внутри государства используются, значит, механизмы буржуазной демократии, а вовне отбрасываются всякие приличия и используются методы прямого насилия с использованием, так, соответствующей демагической, значит, пропагандистского обеспечения. Может быть, термин не очень удачный, но для понимания судей процессов он очень подходит, и, так сказать, он и описывает правильно, и дает нам, значит, соответствующие ориентиры. Вот поэтому, как это использовались на Украине мы, как действительно развивались события, можно будет, значит, чуть-чуть ниже остановиться подробнее. А пока, значит, я хотел бы подчеркнуть такой вывод, что когда мы употребляем, мы с вами в том числе, термин украинский фашизм, да, вот украинский фашизм, насколько это правильно? Вот с точки зрения места проявления, ну, правильно, он на Украине, да, проявляется, он в одной Одессе 2 мая 2014 года 40-50 человек сожгли, зажрелся, и хоть бы их, значит, по аналогии с нашим в 93-м году. С точки зрения исполнителей, вроде тоже украинские, ну, там, соответственно, еще батальоны добровольческие, соответствующие, там, эти формирования, с точки зрения идеологического наполнения и исторической преемственности, вроде тоже, вот они, украинские, потому что бандеровская символика, героизация, кстати, тех самых фашистов, и у Наунсо, и бандеровцев, которые вместе с Гитлером отличались и воевали, и ушли, и прочее. Так, поэтому, несомненно, украинская. Но, с точки зрения истоков, содержания, да, это фашизм, так сказать, прежде всего выражающий интересы крупного капитала, финансового, прежде всего, значит, Соединенных Штатов и, значит, международного. Потому что, если бы не было оттуда одобрения, разрешения, прямого навузкивания управления, да, хрен бы они хвост подняли, там, эти самые бандеровцы и прочая сволочь, которая вот распоясалась, ну, нельзя. Да, и продолжение этой истории еще следует. Поэтому, вот это из общего анализа, такой вывод и такое понимание, значит, сегодняшней ситуации должно быть. Значит, при этом, конечно, вот эта борьба идет не просто из-за того, что злые силы, злые дядьки, проклятые империалисты, которые описаны там в литературе и в советские времена, значит, преподносились, начиная от газеты «Правда» и «Кончая крокодилом», да, где всегда дядюшка Сэм там выражался, значит, их миротворческие стремления, ястребины. За этим стоят вполне, вполне конкретные экономические, материальные вполне интересы сегодняшние. Прежде всего, Соединенным Штатам выгодно не только ослабить Россию, а в том числе, значит, разбить смычку и экономическую интеграцию, значит, России и ЕС. Если посмотреть вот сейчас цифры, так, то видно, как доля товарооборота, доля экономических связей России со странами Европы уменьшается, а доля США нарастает. Еще более понятный, более понятный и даже такой простой примитивный пример – это противодействие строительству газопроводов, да, значит, что против Южного потока, что против Северного потока. И здесь используются любые притянутые за наши там обстоятельства или, ну, с тем же Навальным история характерна, да. Казалось бы, ну, при чем здесь этот самый Леша Навальный строительство Северного потока-2, нет, уже санкции, уже запреты, уже наложения, но это ведь мало, вы посмотрите, с какой наглостью, с каким упорством, с каким, ну, как бы сказать, целеустремленностью пытаются занять газовый рынок сланцевым газом американцы. Ведь идут, идут в том числе на убытки, поставляя его по демпинговым ценам, везут, строят специальные терминалы, хранилища в расчете на то, что одновременно совершенствуются технологии добычи, переработки, сжижения там, транспортировки и так далее. Вот, то есть, никаких идейных, что ли, там, соображений отчего-то, чистый бизнес, идет эта борьба, идет борьба за огромные, за огромные, за огромные суммы барыши, значит, которые исчисляются миллиардами и триллионами, и эта политика будет продолжаться, значит, Трамп в ней отметился, будь здоров, как нынешний, который еще не объявлен, но, скорее всего, будет, да, тоже уже отметился, вместе со своим сыночком, который поучаствовал в событиях на Украине, в том числе отметился и коррупционными связями, и сексуальными скандалами, и, ну, прежде всего, политическую смычку устанавливает, и она будет продолжаться. То, что этот конфликт будет, скорее всего, затяжным и длится, и не следует думать, что он, значит, решится быстро, значит, подтверждает такие факты, что, значит, ассигнования, ассигнования военной помощи Украине, в том числе поставками оружия с летального там характера, они увеличиваются. В прошлом году они исчислялись где-то 250-300 миллионов, значит, долларов, в этом году увеличиваются, в том числе, большинство уже слышало, имеются планы строительства военных баз в Черноморской зоне, так, идут поставки туда старья, но, тем не менее, значит, списанных этих катеров, кораблей и прочей техники. Ну, Игорь Уславович, я прошу прощения, я там забыл вот эти, самое, ту продукцию, которую вы размножали. Не знаю. У меня на столе лежат эти листы, там, это самое. Там обращение наших товарищей из Донбасса к своим руководителям, это я для информации раздать хотел, смотрю, что у меня с собой нет. Прошу прощения. На чем хотел остановиться еще? Значит, конечно, роль, роль внешнего фактора, мирового империализма, американцев, которые своей наглостью в последнее время, значит, ну, не просто там общественно-нравственность шокирует, а, значит, уже, значит, выходит за рамки приличия. Все это важно, но основной фактор все-таки внутренний. Да? Вот это мы должны понимать. Вот ту базу, которую нашел, нашел, значит, украинский фашизм, как мы сейчас используем, так, значит, она создалась за целый ряд лет на Украине, и в силу тех процессов, которые тоже принес туда капитализм. О чем здесь надо говорить? Вот если у нас в России спад производства, если помните, был максимум порядка 50%, ну, по сравнению с советскими временами, так, на Украине это было гораздо больше, это дело. То есть, шла деиндустриализация страны, поднималась мелкобуржуазная волна, в сельском хозяйстве, значит, хуторские настроения и так были достаточно развиты на Украине. Плюс к этому, значит, та самая политика, которая, значит, пыталась противопоставить, использоваться как фактор давления на Россию, смычка с Западом, с ЕС, свободный выход, челночные, так сказать, эти самые операции, украинские рабочие, которые заполонили там Польшу и соответствующие регионы, ну, Россию, между прочим, тоже в этом деле. То есть, рост мелкобуржуазности – это объективная почва для прививки фашистских настроений и прочее. То, что эти явления носят явно антисоциальный, такой уродливый характер, я думаю, подтверждает в том числе и тот фактор, что, значит, вот по оценке западных всяких социологических бюро и служб, более 50% дешевых проституток того времени, вот, 90-х годов, составляли девушки Украины, России. Вот, двинулись вперед к цивилизации, к тому, что было так. Значит, и понятно, что вот эти настроения, вот эти настроения, в том числе обещания, значит, продвинуться на запад и с помощью запада куда-то там рвануть или чего-то, они поддерживались, поддерживались соответствующими националистическими настроениями, да, подогревались, якобы снять диктат Москвы, значит, ура. Так, мне тоже один листик надо будет, а то я потеряю. Два. Два, два, два. Черт, председатель. А то мы обижены. Да, еще хожу. Да, конечно, значит, особую роль, значит, в это дело внесли, конечно, правые силы, те правые партии, которые Юлия Тимошенко, Ющенко, Виктора, да, по этим делам. Но надо понимать, что капитал, он, значит, не в одну сторону смотрит. Довольно сильное лобби было капитала, который, так сказать, российский ориентированный, да, я уже называл ВПК, горно-металлургический комплекс там и другие, значит, в том числе партия регионов, значит, Кучма как президент выражала эти настроения, они даже сумели, значит, провести президенты Виктора Януковича, да, который эту самую партию, значит, возглавлял, использовал, получил мощную фракцию в парламенте. Но, значит, капитал, он все яйца в одну корзину не вкладывает, так. С одной стороны Россия, потому что это связи, это прибыль, так, с другой стороны Запад, потому что там, значит, прибыли выше, а там можно сохранить личные капиталы, а там учатся дети и прочее, а так на всякий случай. И вот в этой игре, значит, значит, когда партия регионов и Янукович, значит, с одной стороны пытались использовать и сосать двух маток, с другой стороны довели страну до кризисного состояния в экономике и в политике, это где-то к 13-му году, да, уровень коррупции даже по меркам вот постсоветских республик и, значит, ситуации был просто ужасающим по этому делу. Вот здесь вспыхнула вот эта волна Майдана, поначалу еще не очень политизированная, поначалу вроде бы как за справедливость, за народ, за хорошую жизнь, против, так сказать, олигархов, которые тут, смотри, до чего нас довели и прочее, прочее. Но при этом надо понимать, что вполне объяснимо подогревались они прежде всего националистическими настроениями и все это стало очень скоро и быстро заметно и понятно. Ну, мы с вами все помним, значит, замечательные пляски москаляку на геляку, кто не скачет, тот москаль, ну, и всякие производные из этого, значит, ряда с постепенной героизацией, значит, бандеровцев, всей этой сволочи. И, конечно, в первую очередь вот эти настроения, давления, противоречия были направлены на те слои населения, которые исторические, экономические, значит, культурно были более связаны с Россией, значит, были более ориентированы туда. И понятно, что в этот разряд попали, значит, и Донбасс, и Харьков, и Одесса. Ну, вот это, значит, направление и прочее, прочее. В конечном итоге, значит, события, которые развивались в Киеве, на Мальдане, они закончились военным переворотом с применением прямых фашистских методов, то есть с применением прямого насилия, с отбрасыванием всяких этих норм, правил, в том числе с применением насилия против депутатов, против Верховной Рады, да, в какой-то степени это аналог, значит, нашего 93-го года с соответствующим там выводам развития. Поэтому осуществленный этот фашистский переворот с помощью западных сил, значит, требовал дальнейшего развития, с одной стороны, а с другой стороны вызывал силы сопротивления, потому что, ну, люди-то понимали, что происходит. И не понимать было невозможно, мы с вами уже, значит, вспомнили, значит, москаляку-нагеляку, да, а еще был закон о языках, а еще закон о декоммунизации, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому, значит, классическим примером, когда отработали, отработали позитивно, отработали организованно, наверное, не без помощи российских сил и, значит, политики, является Крым, который провел, значит, референдум, на котором более 90% высказались за независимость от Украины, за вхождение в Россию, за так далее. И эта операция была довольно, значит, успешно осуществлена, так. Значит, 16 марта, по-моему, да, в Крыму был референдум, значит, который. И за Крымом-то ведь многие силы тоже потянулись и думали, как, но не вдруг это получилось. И в том числе не вдруг получилось, потому что, потому что рассчитывали то, что Россия будет себя проявлять так же, как по отношению к Крыму, а нет, нет. При этом я хотел бы вот что заметить, что, хронологию не будем особенно вспоминать, но, значит, когда на Донбассе и в ЛНР, и в ДНР уже был назначен референдум, тот же Владимир Владимирович Путин выступил с предложением, а давайте-ка мы подождем, давайте отложим этот референдум на после выборов, на после и так далее. Надо сказать, что они его не послушались, провели, да. Дай Бог память, значит, в мае 11-11, по-моему, в мае, да, 14-го года был проведен референдум, на котором, значит, тоже большинство высказались в дело. Ну, но, а в Одессе это закончилось совсем трагически. И когда референдум-то на Донбассе проводили, они уже видели, они уже знали, что, так сказать, там в Одессе, да, и уже понимали примерно, к чему это приведет. Поэтому, по большому счету, люди, значит, восстали против уже явно определившегося наступающего фашизма в этом деле. Но дальше события развивались, значит, по известному нам сегодня уже сценарию. Мы знаем, что были наступления, когда Порошенко избрали, и было ясно, что избрали Порошенко против, или после фашистского переворота. Сам Путин говорил, что это совершен госпереворот там. Однако, те же российские власти признали, признали Лукашенко, признали не только избранным, но и рукопожарным, да, впрямую никто не называл его, соответственно, фашистом или раскрывать это дело. Сохранялись экономические связи. То есть, я к чему хочу сказать, что вот отличие нашей позиции, ну, позиции и РКРП, и Родфронта, да, наверное, и присутствующих здесь товарищей, от, значит, просто ура патриотов, или даже от КПРФ, оно заключается в том, что мы, с одной стороны, одобряя, поддерживая, и даже требуя большей помощи от буржуазной российской власти, да, по отношению к Крыму, например, или по отношению к Донбассу помощи, да. Но мы рассматриваем эту помощь как использование трещин, противоречий, которые есть в лагере империализма, да. И если сегодня они могут быть использованы для того, чтобы улучшить положение людей, облегчить условия их собственной борьбы, то это надо использовать. В то время как, вот, друзья патриоты, они схватываются, что это помощь, поддержка русского мира, что это, так сказать, да, давай вперед, это возрождение империалистической, имперской, да, мощи России и так далее и тому подобное. А мы говорим, что стоп, не стоит увлекаться и не стоит доверять. За спинами всегда идет торг, да. И всегда Россия, российская власть, вернее Россия, значит, могут кинуть, могут придать, могут сдать позиции. Что и наблюдается. Наблюдается и по Донбассу, наблюдается, кстати, и в Сирии. И наши товарищи коммунисты это очень неплохо вынимают. Еще один момент, на котором стоит остановиться особо, это роль КПУ. Вот КПУ. Ближайший союзник КПРФ, я бы сказал, их отражение зеркальное, значит, мощная партия, мощная. Симоненко на выборах 99-го года набрал 40% президентов, да. 40%, почти как в Зюганах у нас, может. А потом в 2010-м уже 3% партия. А потом полтора процента, это когда уже с Порошенко тут выборы были и прочее. И в целом, надо сказать, что они подвели рабочий класс Украины к этому моменту, к Майдану в 2013-2014 год, в состоянии идейного и организационного разоружения, дезориентации. Во-первых, потому что с классовых позиций сошли. Основной деятельностью для них было избрание в парламент. Причем там льготы и самые были на порядок круче, чем в нашем российском парламенте здесь. Они вошли в контакт с Компартией регионов, с Компартией, с партией регионов, да, Ядуковича, заключив вот этот беспринципный союз и заигравшись. Более того, значит, к этому времени они затеяли процесс осуждения и даже разрыва с всеукраинским союзом рабочих. Даже была принята специальная резолюция о том, чтобы всем членам КПУ выйти из всеукраинского союза рабочих, который пытался организовать там рабочее движение, вести и прочее. Ну вот результат практически закономерен. Особенно в последние дни. Ведь уже после совершения переворота Майдана фракция КПУ в парламенте в этой самой голосовала за избрание временно исполняющим обязанности президента Турчинова. То есть они легитимизировали, то есть это как бы придали статус, правовую окраску законности этому процессу. Конечно, сегодня они уже это вроде как признают. Да, были ошибки, да, мы, да, то, но это уже теперь сегодня, когда их за ту критику, которую они сегодня, значит, высказывают практически с их публичной легитимной арены убрали. Не допускают. Не до выборов, не до средств массовой информации, не до власти, конечно. Это тоже тот урок, который, значит, нужно, конечно, поднимать и понимать и не забывать, не забывать. Однако возвращаемся к событиям на Донбассе и перейдем постепенно к тому, что там делается и как, значит, какие прогнозы даются нами, какие задачи перед товарищами. После проведения референдумов, значит, методом самодеятельной организации с помощью различных, может быть, активистов и советников или прочего, значит, власти, которые официально ориентировались на Киев, практически бежали, установились так называемые, значит, власти народных республик, ЛНР, ДНР по этим делам. Дальше после избрания Порошенко сразу начались военные действия и почти были окружены Донбасс и, в смысле, Донецк и Луганск, но, значит, получив соответствую помощь из России, дальше было на контрнаступление, причем большим воодушевлением были известны котлы, когда тысячи военнослужащих были, значит, окружены украинских. И, по мнению ветеранов, на плечах, вот на этой волне можно было катиться дальше, чуть ли не, не то, что вернуться в границы областей, Луганской и Донецкой, можно было и Мариуполе, и до Киева дойти, и, но в это время последовал окрик «Стоп», так, «Стоп», и была операция установлена, потому что, ведь, ослушаться, какие горячие головы говорят, и рванули бы дальше, и что, а так называемый военторг, оснабжение техникой, боеприпасами, материальными ценностями, бензином и прочее, прочее. А бывали моменты, когда, говорит, припасов на 40 минут двое остается, куда ты там дальше пойдешь, как ты там будешь отличаться, развивать. Более того, значит, это мы возвращаемся к той мысли, что, по большому счету, конечно, та политика, которая проводится сегодня в республиках ЛНР, ДНР, она определяется влиянием властей, интересами экономическими крупнейших капиталов в России. При этом, конечно, идут торги за спинами. Конечно, участниками этих переговоров торгов в первую очередь являются, значит, представители России и Запада не всегда даже зовут ЛНР, ДНР туда, на эти переговоры. Отсюда родились так называемые Минские соглашения, затем пресловутая формула Штайнмайера, так. Значит, постепенно теряются, постепенно теряются характеристики народной демократии, которые были заложены в резолюции референдума, а затем в конституциях, которые были приняты. Так, были проведены новые выборы, когда составы первых советов, народных советов, значит, были обновлены и к выборам были допущены только те, которые уже были подобраны, угодные и согласованные, в том числе с Кремлем. Значит, но, безусловен тот факт, который, может быть, нехотя выразил наш президент. Вы помните, ему принадлежит такая фраза, что, да, конечно, этим украинским правителям обидно признавать тот факт, что они потерпели поражение от трактористов и шахтеров. А вот этот факт, он неубиенный, он был. То есть, классовая основа сопротивления, она была пролетарская, трудовая. И хотя на помощь Украине, не Украине, Донбассу в противостоянии украинским вот этим нацистам слетелись, всяко-всяко разнородные элементы, вот я сам был в 2015 году там, встречались в подразделениях, на собраниях, там много с людьми. И монархисты, и казаки, и православные, и черт не знает какие, и иностранные. Но, вот что следует отменить, что все они, как правило, с уважением смотрели на красный флаг. И многие воевали под красным флагом. Конечно, отчасти это объясняется тем, что просто историческая преемственность, помнят, что этот флаг, значит, в 45-м году был подружен над Рейхстагом, да, но, значит, просто не просто, а советский дух, уважение, что ли, к истории Союза, значит, он, безусловно, присутствовал и признавался всеми, даже монархистами, которые во главе со Союзом, да, не забывали употреблять формулу, что нам нельзя допустить смуты по образцу 17-го года. Понимаешь, у них там крови. Более того, значит, показательный вот такой факт, что наиболее, наиболее народные красные командиры, Алексей Мозговой, да, они не просто с уважением к красному флагу относились. Значит, тот же Мозговой, выступая на митинге вот 7-го ноября, значит, 15-го года, говорим, что они... 14-го, может быть, в 14-м, прошу прощать, что вопрос и революции, и курсы на социализм, он совсем не закрыт, и не исчерпан, так? И оставляли они возможность, перспективы восстановления Советского Союза. Тот же Мозговой принял антифашистский караван, это из зарубежных левых, леваков, артистов и прочих, которые запретили луганские власти и Мозговому пригрозили, так сказать, там, плохо кончишь, если примешь, он принял. Очень показательно, я советую, значит, кто не помнит, не знает, посмотреть мосты, телемосты по скайпу, которые проводили, значит, ополченцы Мозгового с украинскими там этими вояками тоже. И говорит, вы за что там воюете? Мы за народ, мы за народную власть, так и мы за народную власть, а мы против олигархов и всякой сволочи. И вот в таком вот диалоге приходили к тому, что Мозговой говорит, так давайте вместе, поворачиваем оружие и пошли вместе на Киев, и будем строить настоящую народную власть. Вот как ее по-настоящему строить, как она должна быть, этого, конечно, они не очень понимали, но сам заряд, сам настрой, который в народе часто определяют, как беспартийные коммунисты, вот он, безусловно, присутствовал. И, наверное, не случайно, поэтому конец его был, значит, трагический, как знаете, было покушение, не первое, кстати, которое закончилось смертью Мозгового, и виновники до сих пор не найдены, и не он один, целый ряд, значит, командиров, народных командиров, значит, повторили его судьбу, кстати. Значит, несколько дней назад, дай бог память, 24 октября, погиб, и командир батальона «Признак», который после нее был, Марков Алексей, тоже. Кто физически это выполнил, это другой вопрос. А вот то, что эти настроения, эти товарищи, не нужны были ни украинским этим самым, да, нацистам, ни российскому капиталу, никто у нас о восстановлении социализма не думает, ни местным доморощенным этим самым буржуевым, прочим. Это факт. Значит, время у нас к концу подходит, тема необъятная. Отметим, что сегодня тот режим, который установлен в народных республиках, по названию народных, по сути, уже, можно сказать, бывших народных республиках, конечно, значит, в большинстве своем определяется теми указаниями, теми настроями, которые даются из, значит, России. Разговоры о том, что могут быть реализованы минские соглашения и формулы Штанмайера, значит, они, как большинство понимают на Донбассе, значит, больше для отвода глаз или для возможной готовящейся сдачи позиций. Вот те агентационные материалы, которые я попросил раздать по листочку, это пример работы наших товарищей, Рабочего фронта Донбасса и коммунистов Донбасса, в которых они обращаются к собственным руководителям с вопросами и собирают подписи. Но они обращаются с вопросами не для того, чтобы получить ответы на это дело, а для того, чтобы вести агитацию, распространяя эти листочки, эти вопросы среди людей и обратить внимание, куда идет дело, насколько это возможно и проще, проще. Основная суть вот этих вопросов, которых тут 20 там с лишним, она сводится к постановке такой, возможно ли примирение с фашизмом без его полного подавления. Потому что на Украине сейчас, как обычно бывает, значит, фашизм пытается надеть маску демократии. Они даже, вон, слугу народа выбрали, да, тут самое. Целую операцию провели, подготовив его имидж, как борца там с олигархами и так далее. И второе, на чем они настаивают, наши товарищи, и в этом вопроснике, и в обращении к властям, что точно так же, как было принято решение о независимости всем народам через референдум, точно так же и вопросы так называемых Минских соглашений или возможного объединения там, возвращения в Украину или куда, могут быть решаться только через референдум, только всем народам, только с этим делом. Процессы, конечно, там сложные, потому что и националистические настроения, как ответная реакция, они возникают и в республиках, ДНР, ЛНР. Ну, например, не лучший там у них ход, что они в школах сейчас отказываются от изучения украинского языка. Ну, это тоже недальновидно, хотя там чувство понять, можно ли как-то где-то. Очень большую, я уже говорил, сложность создает то, что российские власти не дают им возможности реализовать объединение. Вот идея Новороссии, да, казалось бы, какой их сильный ход? Нет, не дают. Почему? Потому что они вроде как признали, да нет, мы считаем их неотделимой частью Украины, мы там на этих самых, на международно-правовых основах и прочее, прочее. Ну, и совсем, конечно, сложно стоят дела, это с развитием, зачатками еще рабочего движения там. Потому что во многом вернулись старые хозяева, во многом государство хоть и взяло под свое управление предприятие шахты там и прочее, прочее, но осуществляет ту же эксплуатацию, причем довольно жестокую, да, с задержками зарплаты и так далее, а попытки людей восстать, хотя бы в виде забастовок, приостановки работы, выдают чуть ли не как за помощь врагу там или где-то. Вот в этой ситуации приходится нашим товарищам, значит, помогать, настраивать, объяснять, преодолевать страх и наоборот развернуть вопрос в ту плоскость, что помощь врагу, помощь, значит, нацистам и карателям как раз оказывают те руководители, которые в такой сложной военной обстановке зарплату не выплачивают. Вот это, вот с ними надо разбираться по законам военного времени, с ними, так сказать, но потихонечку встает на ноги рабочее движение, потихонечку где-то. Очень большим, большим, не то что шагом вперед, а возможности, открывающие перспективы, является вступление профсоюзов, официальных профсоюзов, значит, Донбасса во Всемирную Федерацию профсоюзов, не без нашей помощи и то направление, которое требуется, так сказать, к развитию и прочее, прочее. Главной задачей, конечно, на сегодняшний день у них все равно остается отпор фашизму, при этом, значит, усиление бдительности и проработка вариантов, потому что сами они, товарищи, чувствуют, что могут пойти на сделку за их спинами и в том или ином варианте, в том числе с использованием, скажем, сценария, как в Карабахе был, да, значит, сдать их в состав так называемой Украины. Ну, что это такое, значит, я думаю, что и мы понимаем, а они прямо говорят, что для нас дороги назад нет, для нас там однозначно, что ждет, поэтому мы будем и далее. И, поскольку реклама не стек, я думаю, что лучшим, что ли, или хорошей характеристикой понимания нашими товарищами на Донбассе, значит, в сути происходящих процессов и задач, которые перед ними стоят, является их обращением от рабочего фронта Донбасса к рабочим Белоруссии. Вот в тех событиях, которые сейчас там развиваются, их обращение о том, что, ребята, будьте бдительны, посмотрите, что принес Майдан нам, так сказать, на Украину, что он принес на Донбасс, да, и по этому же пути пытаются повезти вас, поэтому не поддавайтесь. Вот на этой ноте мы закончим. Еще раз подчеркиваю, что Родфронт и РКРП держат связь с целым рядом организаций, значит, Донбасса, коммунистических левых, тема рабочего фронта является для нас объединяющей, для нас не только Россия, Донбасс, в том числе Украина, в том числе Белоруссия, это тема объединяющая для пролетариев всех стран, потому что наш лозунг, пролетариев всех стран, соединяйтесь, это самое боевое и на все века. Спасибо. Вопросы, Степан Сергеевич. Вопросы. У нас вопросы сначала или выступления? Нет, сначала вопросы, ответите. Сначала вопросы, хорошо. В чем, на ваш взгляд, причина забастовок в наряде шахт ЛНР? Шизнь плохая, зарплаты не платят, задерживают, так, и кроме того, по зарплаты не платят, там еще целый ком, вопросы. Там не обеспечивают пайковым углем, так сказать, тех, кого обеспечивают, ну и пошло-поехало. И я бы еще добавил, что это унижение достоинства людей, потому что кроме того, что задерживают зарплаты, еще пробовали занять такую чвозливую позицию, что ты работай, иначе мы тебя тут сейчас как саботажника, так сказать, выведем на чистую воду. Поэтому пока, значит, товарищи пошли вот на эту, на эти забастовки, как бы сказать, в таком самом, может быть, примитивном виде, да, а именно отказались выходить на землю, пока не выдадите и прочее-прочее. Примитивное, потому что это примитивное или простая, скажем так, потому что, потому что она как бы по факту, вот уже объявили все, мы здесь сидим. Она еще не связана организацией, которая это дело подготовила, выставила требования, имеет структуру, имеет там руководители и прочую, пока так. Но она имеет большой плюс, она имеет большой плюс, потому что она сразу придает этому процессу, как бы, гласность такую, когда все силы вынуждены на это обращать внимание. Тут хочешь, не хочешь, надо учитывать и мнение и Москвы, и западных правозащитников, и общественное мнение, и прочие дела. Значит, пока данная забастовка, она принесла положительные плоды не только в том, что обещали и выплатили зарплаты, но и в том, что пока, насколько нам известно, нет репрессивных мер по отношению к тем, кто. Но то, что общая ситуация говорит о том, что со стороны властей и ЛНР, и ДНР усиливается контроль, слежка, ограничения за, не только за шахтами, вообще за трудовыми коллективами, это факт. Какие силы участвовали в их организации? Какова роль РКРП, ЛНР, Малинцов? Я думаю, что непосредственно в данной забастовке роль РКРП, ЛНР, она была невелика. Значит, скорее после забастовки они смогли установить связи с реальными участниками событий. Но все же она была. В том числе, эта роль заключается в том, что порядка 500 газет, наших газет, каждого тиража поступает на Донбасс. А подготовить общественное мнение – это большое-большое дело. И маленькие сдвиги, но они видны. Вы знаете, когда я был там первый раз в 2015 году, на вопрос, что для вас Путин, так сказать, полубог, что ли, следовал ответ примерно такой – это высший мир, это бог, так сказать. Потому, что мы… Это вера, это надежда, это символ, это… Сейчас этого уже нет. Сейчас уже все больше людей, которые, конечно, понимают, что помощь надо получать, но понимают, что сегодняшняя Россия – это совсем не Советский Союз. Куда они думают, что они там вернулись? Значит, и что эта помощь, если оказывается, то совсем не из идейных, не из братских, там, национальных, ура, патриотических настроений или чего-то. Где больше возможностей борьбы рабочего класса? Донецк, Луганск или на остальной Украине? Забастовки проходят на Украине, а в Донбассе знак вопроса, Никифоров и так далее. Я думаю, что возможностей для борьбы рабочего класса, они в ЛНР и ДНР все-таки больше. Все-таки открытого фашизма, как на Украине, здесь нет. Но и здесь вы правильно, как бы сказать, мне так думается, уловили главную боль нашу общую. Ведь думать, что можно нормализовать ситуацию, в том числе на Донбассе, в каком-нибудь варианте существования их в виде непризнанных республик, да? Ну, по образцу там Приднестровья, Абхазии или еще что-то. При этом не покончить с фашизмом на самой Украине, это наивно. Ну, на Украине же фашизм? Фашизм. Поэтому, конечно, здесь главный корень, здесь, так сказать, вопрос. А сегодня сил на Украине, которые борются, открыто борются с фашизмом, практически нет. Лучше, вот нам известно сейчас буквально несколько отрядов, которые позволяют себе в открытой форме, в открытой форме хотя бы пропаганду вести. Это боксеры боксуют по экономическим причинам, а я имею в виду, которые позволяют себе сказать в адрес украинских властей, что вы, так сказать, проводите фашистскую политику. И позволяют себе это вот представители рабочего фронта Украины, которые остались в Харкове, трудовая Харковщина. Они выпускают и листовки, и такой бюллетень, называется «Искра» свой ведут. Они были подвергнуты разгрому, кстати, их штаб. Значит, несколько суток продержали Тищенко как руководителя при этом деле. Но, тем не менее, они продолжают работу, хотя это в основном работа пропагандой организаторской не могут. Компартии Украины, ну, они как бы с одной стороны правильно критикуют власть, с другой стороны работы по организации людей на собственную борьбу, значит, они не проводят. У них главной темой, опять, незаконно запретили, незаконно лишили, незаконно отстранили от выборов. Вот, если бы честные выборы, то мы, ну, и так далее. Ну, а с точки зрения забастовок, пока внесение туда какой-то хоть политической струны, что ли, да, зерна, пока сил не хватает, не наблюдается, нет этого дела. Кстати, интересно на Донбассе. Вот я когда там, ну, последний раз был, в прошлом году, да, в 19-м, значит, собрание казаков, станица, там, в зале человек, там, около ста казаков, в том числе медали вручается и так далее. И вот они как один там медаль вручают за оборону, значит, Луганская. Служу православной вере и Святому Дону. Служу православной вере и Дону Святому. Ну, там, на третьем я говорю, слушай, вот раньше, когда получал, вот у меня дед. Служу трудовому народу, любо из зала. Следующие идут получать и все как один. Служу православной вере и Святому Дону и трудовому народу Донбассу. Так что, вот, какие-то влияния... Какой процент мгументарной помощи Донбассу оказывало в 14-м, 20-м годах в КПРФ, в профсоюзе России и государственной структуры? Про проценты не могу сказать, но абсолютно точно и откровенно хочу сказать, что по процентам, по объемам оказания помощи Донбассу гуманитаркой, продуктами там, деньгами, еще чем-то, мы никогда за ними не угонимся. И вот мы, как РКРФ, в 14-м году, когда заключили с ними договор о взаимопомощи в союзе и так далее, сказали, что наша главная помощь – это помочь коммунистическим силам Донбасса организоваться, выстоять, не потерять свой характер, не пойти по пути к КПУ и прочее. Вот кто сейчас телевизор смотрит, иди, ток-шоу у Соловьева, очень часто, наверное, могли видеть Килинкарова, Спиридон Килинкаров, да? Так он режет, так он там это самое кроет украинскую власть, и Зеленского, и Порошенко до этого, и прочее, прочее. Такое краснорежье, остроумие, знание. А кто он есть на самом деле? А на самом деле он депутат Рады, и он первый секретарь обкома Луганского партии КПУ. Так спрашивается, твое место где? Ты врезать должен не от микрофона, а где ты должен быть-то? Они бежали. А КПУ официально заявило о распуске обкомов Луганского и Донецкого, чтобы под санкции не попасть. Вот результат-то, понимаешь? Поэтому мы, в первую очередь, помогаем, значит, по-коммунистически организоваться, курс наметить, и материально помогаем тем, чем можем, так? И рублями, и материально, и связью, и прочее, прочее, в этих делах. Все у меня, наверное. Ну, товарищи выступающие, никто не записался. Ну, давайте. Я просто хочу немножко дополнить доклад Редактор Каевича, ну, небольшими такими собственными наблюдениями. Мне довелось в 2014 году в составе рабочей группы РКРП побывать в Луганске. Ну, свои впечатления, скажу. Значит, граница. Граница с нашей стороны государственная, обычные пограничники проверяют паспорт. С той стороны стоит несколько человек с автоматами в вальпинках. Ну, так больше ничего нет. Поскольку нас встречали, то проход достаточно свободный. Российскую прошел, туда зашел, встретил и поехал. Встретили нас на машине, в которой находится автомат, в винтовке. Как-то немножко напрягается, с непривычки. Объясняю, потому что здесь, ну, обстановка сложная, могут быть различные инциденты, связанные с диверсантами. Поэтому оружие обязательно должно быть с собой. Самое интересное, что через какое-то время к оружию настолько привыкаешь, что оно должно быть с собой, что без него как-то уже неуютно себя чувствовать. С оружием как-то спокойнее. Просто само себя отношение к оружию вначале это напрягает, а потом без него уже никак. При этом я еще думал, а куда все это оружие денется, когда бой, столкновение закончится. Ведь на руках и гранаты, и автоматы, и винтовки, все это остается на руках. Как вот это все реквизируют потом? Сложно. То есть в случае каких-то дальнейших действий уже есть оружие, чтобы можно было использовать. Приехали в Луганск. Луганск, честно говоря, производит впечатление, ну, после Ленинграда, да, где куча народа, вымешивая городом, абсолютно. Ничего нету. Окна пустые, темные. Потому что там с литейством напряженным было. И потом понимаешь, что и днем на улицах почти никого нет. То есть все средние слои общества, они уехали. Остается, ну, только пролетариат. В основном рабочий класс. Поэтому ехать некуда. Вон в Луганск. То есть все остальные моментально разъехались. Обманившую городу. Власть. Вот была, действовали институты, прокуратура, суд, это все украинское, да, бюджетное, господствующего класса. Теперь вроде как этого нет. Оно у него ничего не создано. Ничего из силовых структур, ничего еще нет. Никакой системы законов нет. Какие законы, какие нормы применяются. Я с удивлением увидел, что применяется власть того командира, на территории которого ты находишься. Общей власти нет, общего закона нет. И порядка нет. Вот мы ездили к мозговому, к бригаду его призрака. Там на днях поймали мародера и насильника. И должны были его судить. Причем судить там объявили, значит, в этом городе, что в такое-то время состоится суд. Все, кто хочет принять участие и вынести приговор, приглашались. То есть приходит народ и выносит приговор. Ну как, расстреляют, значит, расстреляют. Тут же. Поэтому такая непосредственная власть. В самом Луганске был пророссийский протекторат. Там уже были другие немножко порядки. Уже шло вот это разделение богатый, бедный. Какие-то, скажем так, нездоровая такая атмосфера царила наверху. Потому что первый совет, как мы знаем, был выбран, ну, по сути дела, с улицы. И были представители, в том числе, и непородистых, да, слоев такие. Ну, обычно, несколько наших товарищей там было в первом совете четыре. Во втором уже не было ничего. То есть власть уже пыталась установить свой порядок, как бы навести общую дисциплину. Ездил там в Плотницкий по различным командирам, пытался провести выборы, чтобы его там избрали и прочее. Везде, там, где получал отлук, после этого, самое интересное, против этих командиров какие-то теракты совершают. Ну, так. Поэтому роль Плотницкого, мне кажется, ну, по крайней мере, интерес его, да, устранение этих командиров, я бы, надо сказать, совпадали. Мы ходили на Луганский, Луганно-строительный завод распространять газеты. В то время телевизоров, телевидения там нету, насляции нет. Газет каких-то нету, кроме какой-то газетки официальной, которая, причем, еще за день на нем продавали. И вакуум информации, то есть народ интересуется, у меня есть потребность разобраться, да, что-то понять. И выходишь, когда с газетой, давай, Россия, там буквально 10 минут нет человека, который бы не взял. Просто выхватывает, просто очередь. Здесь такого нет. То есть вот когда на подъеме какие-то процессы общественные, потребность в информации очень возрастает. И те люди, которые до сих пор, может быть, и не считали, прошли бы мимо еще несколько, там, недель назад, сейчас они, так сказать, совершенно прямо противоположны. То есть им нужна информация. Ну и как выход, например, какая перспектива? Перспектива самостоятельно в данных условиях у рабочих Донбасса, да, совершить пролетарскую революцию, не сохранить ее, как-то развиваться, по-моему, нет. Потому что они слишком завязаны с одной стороны Россия, и с другой стороны Украины, которая будет их давить, поскольку это классово чуждое будет. Здесь они объединят свои училия. И поэтому без помощи российского рабочего класса, который будет осуществлять революционные преобразования, там вряд ли удастся осуществить их. Но помощь с той стороны в случае, так сказать, революционных процессов России будет оказана. В этом я уверен. Там есть уже люди, которые получили опыт и практически, в том числе. Виктор Аркадьевичу большое спасибо. Так, еще есть, вообще? Нет. Ну, я позволю себе два слова. Как идущему, во-первых, спасибо Виктору Аркадьевичу за раскрытие замечательной темы, очень интересной. Но, во-вторых, в первую очередь, нас здесь, конечно, интересует действительно практический вопрос. А коммунистам-то, вот как делать коммунистам, я имею в виду настоящим коммунистам, чья задача организация рабочего класса, соединения у вас с научным социализмом. И это вопрос, вообще говоря, очень непростой. Почему? Потому что, с одной стороны, вроде бы, тут ты с фашизмом борешься, все понятно, должен быть антифашистом, и тут тебя даже прогрессивная антифашистская буржуазия может поддержать в чем-то. Вот, и борись, и все будет тебе счастье. Но вот тут много сложностей. Это, вообще говоря, исторически обусловлено, в частности, чем? Фашизм – это не что-то такое инородное. Это одна из форм буржуазного государства. Это, как мы знаем, открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шевенчийских слоев финансового капитана. И у капиталистов всегда, конечно же, был сообразен не выслушивать, что там рабочие ораторы говорят, полемизировать с ними, всякие неприятные вещи от них слушать, а взять их к ногтю придавить, куда-нибудь в шахту забросить поглубже, пускай там орут. Вот. Но, тем не менее, капиталисты времен капитализма, свободной конкуренции, открытую террористическую диктатуру установить не могли, у них была кишка тонкая. Ну, а когда у гнездился финансовый капитал, он, и тем более возник, еще и советское социалистическое государство, он вот, значит, начал широко это использовывать, как бы вот это дело придавить. И мы видим, что практически во всей Европе установились в той или иной степени фашистские режимы. Ну, итальянский фашизм классически известен, германский нацизм, но, с другой стороны, в Прибартике там фактически были фашистские, антикоммунитические режимы, демократии там буржуазные особенные не было. В Венгрии фашизм был откровенный, хорти в Румынии, там Чаушеску тоже фашизм был. В Испании. А на Чаушеску. Ой, Чаушеску. Антонеску. Прошу прощения. Это самое, при Антонеску. В Испании, в Португалии. То есть, и здесь понятно, что, ну, если в Германии можно говорить про какой-то финансовый капитал германский, то про Италию, а тем более про Испанию, Венгрию, Португалию, Ратвию, Литву, Эстонию, Польшу, Персутского. Ну, какой там финансовый капитал? Ясная идея, что это финансовый капитал был тот же самый. Ротшиддер, Рокфельдер и так далее. Ну, и забегая вперед, мы знаем, что даже когда Соединенные Штаты вели войну с Германией, скажем, Генри Форд, вот заводы Форда функционировали в обычном режиме в Германии, и бензин поставлял Генри Форд ему, и здесь, так сказать, то есть фашизм – это прочь от против капитализма. И здесь очень сложная была борьба Советского Союза, очень непростая, и смешно поэтому слушать, как там этот Польшу там поделили и так далее. В середине 30-х годов, например, главная угроза у нас в стране, я рассматриваюсь, угроза, ну, от фашистской фактически Польши. И в связи с этим некоторые неоптимальные решения принимались в сфере производства оборонной продукции, потому что ждали любой момент нападения этой Польши. И то, что потом вот мы Польшу якобы предали, там с немцами пара совместную приводили, и слава богу, пока в эту войну не вступил Советский Союз, эта война, в общем-то, носила с обоих сторон не очень-то плюшевый характер. Да, СССР пытался против фашистов выступить, и за Чехословакию вступиться и так далее, но эта реакция, которая со стороны Европы последовала, ну, она, конечно, была предсказуемой. В Испании то же самое, если Италия, Германия, открыто туда посырали воинские контингенты, и мы туда, как известно, законспирированно добровольца своих посырали, при доброжирательном, по отношению к франко-нейтралитете европейских стран и Соединенных Штатов. Так что понятно совершенно, что это все делалось против Советского Союза, и вот это перемирие кратковременное с Германией, которое у нас вот после нападения Германии на Польшу схожилось, это, конечно, надо рассматривать как крупную победу советской дипломатии. Ну, а после войны что? Значит, мы знаем, что не всюду, где была советская армия, удалось установить социализм. Во Франции, в Австрии ушла советская армия, там капитализм остався, тем не менее, в Норвегии остався капитализм, а на Западной Европе. В Западной Европе, скажем, во Франции были очень мощные позиции коммунистов, в Италии, в Греции были сильнейшие позиции коммунистов. Что мы видим? Антифашисты, вчерашние американцы разоружили французских коммунистов сопротивления, и там реально, если бы действительно там были бы выборы, что называется, и спросили бы, так сказать, и там на буржуазных выборах даже там могут победить вполне коммунисты. В Италии то же самое. В Греции там коммунистов, партизанские отряды бывших, просто вчерашние антифашисты, англичане подавили самым жесточайшим образом военной сирой. Так что поэтому, здесь вот, здесь фашизм, здесь не фашизм, коммунистам здесь надо быть крайне осторожным. А что мы видим на Украине? Вот в республиках. Да, вот вроде бы это антифашистские республики, ведущие борьбу с фашизмом. А что у них? Вот МГБ. Там почти советская символика, почти советское название. Ну, а мы тут, тут, сохранились, конечно, уважение к Алексею Борисовичу, которого упоминал, некоторых, конечно, из своей лекции. Так или иначе, мы тут получили определенные сведения, выяснили, что в этом МГБ, Данилово Руганском, сидят бывшие работники СБУ, и там даже есть такой трогательный момент, что сын работает в МГБ в Луганске, а папа работает в СБУ где-то на территории Украины. Вот. Вот такая вот здесь вещь образовалась. И надо сказать, что, конечно, там методы своеобразные. У нас в парте есть товарищи из Мариуполя, которые прошли через библиотеку тамошнюю. Ну, и, в общем-то, они там всякое пережили. Ну, и надо сказать, что подвары банка в Луганске, где вот работает МГБ, там, в общем-то, много общего. И при этом надо понимать, что само по себе, конечно, участие, работа в СБУ, но СБУ, как и ФСБ, как мы знаем, оно на осколках КГБ образовалось. И там, вообще-то, люди вполне могут быть и просоветски настроенные в СБУ, и, так сказать, ощущая себя наследниками ВЧК Держинского, и так далее. Но, и тем не менее, все-таки, вот это вот, здесь надо понимать, что при капитализме, в руководстве капиталистических стран есть люди, которые все-таки стоят за буржуазную демократию и помогут коммунистам в борьбе с фашизмом. Великтор Аркадьевич здесь упоминал, что действительно, после нашего обращения к некоторым высшим руководителям, там и отношение к забастовщикам, так сказать, изменилось, и что очень было непривычно, там выпустили наших товарищей, вернув им все, кроме тиража газеты «Правда труда». Но тут вот мы не смогли отвоевать. И там изменила ситуация, там вот это ВТС, которое развалило промышленность Донбасса и шахты, и металлургические заводы, там определенные сейчас это ВТС сложности испытывает, там проверки идут. Ну и тем не менее, значит, видно, что в российском руководстве, в том числе достаточно высоком, есть и СИРы, которые, в общем-то, настроены на уничтожение промышленности, людей Донбасса. И там с точки зрения, вот у нас и товарищи есть и на Арчевском металлургическом комбинате, и на Венакеево на металлургическом комбинате, и на Макеевке на металлургическом комбинате. Там, в общем-то, видна линия на уничтожение промышленности, на затопление шахт, И вывоз людей трудоспособного возраста в Российскую Федерацию. А что там, то ли ее Украине планируют передавать, что там, непонятно. То есть, очень такие нехорошие тенденции. И, конечно же, здесь вот этот вопрос, он как коммунистам действует. Здесь, конечно, очень важно не вестись на демагогию, что это вот республики, ведущие борьбу с фашизмом. Тут надо их поддерживать, нельзя саботажа разводить и так далее. Ну и вот в Белоруссии тоже. Вот здесь, с одной стороны, и у нас, в том числе, в партии, есть люди, которые говорят, что сейчас надо Рукашенко поддерживать. И он вот там борьбу с фашизмом ведет. Ну вот сейчас забастовки, в частности, Белоруссии и так далее. Вот они что говорят, когда забастовки видят уже, когда были у власти большевики. Он говорит, если рабочие бастуют, это одно из двух. Либо это наш косяк, либо мы все правильно делаем, но мы не объяснили рабочим. В первом случае надо исправлять косяк и объяснять рабочим. Во втором случае надо просто объяснять рабочим. Значит, вот мы видели выступление Рукашенко на том же МЗКТ. Он что, так сказать, объяснял что-то. Во-первых, косяков у него хватало. Та же контрактная система, которую он продавил. Но это архи-реакционное действие, которое борьбу рабочего краса осложняет кароссально. И он что, в этом как-то где-то покаялся, что-то он сказал, что-то объяснить пытался. Он говорит, вот кто не хочет работать, вот идите вон, я вас всех увольняю. И завтра вы не нужны здесь. И кто хочет работать, тот пусть работает. Кто не хочет, тот пусть не работает. Ну, это хозяйчик такой мягкий. И здесь, конечно, главное это что? Что в результате всех этих пертурбаций ослабляется буржуазное государство. Будь то Украина, будь то республики, будь то Белоруссия нынешняя. С одной стороны. С другой стороны проявляется, как Виктор сказал, я совершенно верно заметил, и Степан Сергеевич проявляется, у народа распрямляются уши. Народ начинает слушать за политику в том числе. И вот здесь, конечно, надо коммунистам не теряться. И не за Рукашенко выступать, и не за руководство этих республик. А надо пытаться как-то достучаться до рабочего краса, сделать его субъектом политики. Потому что Белоруссия сейчас пока это рабочий крас, это объект политики, который разрывает между собой Рукашенко и Тихановская, за кого он там впрыжется. А надо, чтобы он был субъектом. Вот это вот главная задача коммунистов, и ее надо решать. Ну вот, спасибо, значит, Виктор Кащ, заключительное слово. Всем спасибо за внимание, во-первых, во-вторых, за понимание. В-третьих, конечно, мы сами себя спрашиваем, а вот чем мы можем помочь еще в борьбе, которая идет на Донбассе, нашим товарищам на Украине. Ну, в, как бы сказать, узком смысле слова или... Мы помогаем, и в каждой трудовой России приведен номер счета, где собираем средства для помощи, значит, в борьбе на Донбассе, где есть, так. И работаем в тесной смычке. Значит, наша рабочая группа там уже 20 поездок совершила, и более того, мы договорились о работе в полном единстве, организационном и идейном. И их товарищи, они кооптированы в состав нашего ЦК, имеют право голоса и так далее. Но, вот мы сами себя и здесь уже спрашивали, а есть ли перспективы вообще-то, как бы, совершения социалистической революции на Донбассе? Вот с учетом уникальности ситуации, с учетом того, что у них оружие в руках, скажем, да, с учетом борьбы с фашизмом, красного вряда, просто соотношение сил. Иногда бывает ситуация, когда даже власть можно взять, а удержим ли? Вот такая ситуация была в Таджикистане, когда там компартия единственная, которая не разложилась сначала на элементы, а во главе с действующим политбюро ушла в горы, тренировались, вместе с отрядами вернулись, участвовали в той войне, когда положили, я уже называл, 100 тысяч жизней, да, на 5 миллионов населения. Вот я, у них в 96-м году был, они говорят, слушай, в принципе, мы готовы взять в власть, готовы, но мы ведь понимаем, что мы ее не удержим. И здесь то же самое, могут они власть взять, но, может быть, и могут, а дальше что? А дальше что, когда все определяется, в том числе окружение, в том числе материально-экономические и прочие связи, поставки и так далее. И поэтому, значит, почему Советский Союз при сравнимой экономической, скажем, силе сегодняшней России, предположим, хотя сегодняшняя Россия слабее намного, это мы понимаем, я говорю, предположим, почему он пользовался гораздо большими рычагами на том же мировом рынке, на том же, той же экономике, и авторитетом большим, и силовое давление мог больше оказывать. Не только потому, что был еще лагерь там социалистический, а потому, что в каждой капиталистической стране у нас были союзники в лице трудящихся классов, которые оказывали вполне определенное давление на свои власти. Потому, что они потенциально были там опасны, если что, встать под красные знамена, действовать. В этом смысл был. Поэтому, задавая себе вопрос сегодня, чем мы можем помочь, мы когда сами станем сильнее, и если мы в России сможем изменить ситуацию, вот тогда будет действие. И, надо сказать, это понимают, и с надеждой на нас смотрят, из всех уголков мира, прежде всего, конечно, Компартии, но когда же вы в России коммунисты там? Ну, к сожалению, мы с вами пока еще не дорабатываем. Ну, на ошибках учатся, поэтому успехов нам всем в этой борьбе, так? Значит, и всем присутствующим тоже. Революция – дело веселое, поэтому будем бороться. Спасибо. Спасибо, Виктор Акадьевич. Следующая лекция у нас будет называться «Эпоха советского просвещения при капитализме заканчивается». Прочтет ее профессор Казенов. Так, спасибо. Так, прошу обратить внимание всем, эти газеты с конференции «150 лет Ленина». Так, в том числе выступление Виктора Аркадьевича здесь есть, Михаил Васильевич и профессора Городникова, и Иван Михайлович, уважаемого, и других товарищей. Поэтому разбирайтесь, она вставлена, вставлена, вставлена. Очень хорошая конференция.